Всем привет! В эфире школьное телевидение ВОДС-ТВ. В мир большого телевидения подростки села Восяхово Шурышкарского района попадают со школьной скамьи. Каждую неделю записывают программы на родном хантыйском языке. Чувствовать себя настоящим этножурналистом помогает преподаватель Алексей Конев. Мы живем в маленьком отдаленном селе. Дорога у нас сейчас появится, зима придет, появится зимник, мы сможем выезжать. А так в течение года мы же практически изолированы. Да, у нас есть интернет, есть телевидение, но хочется развиваться, как чем-то заниматься таким более интересным. Оборудование для школьной телестудии молодой учитель купил благодаря гранту. Его он выиграл на форуме «Российский Север». Один грант можно подать до 700 тысяч. Всего грантовый фонд составляет 4 миллиона. Как раз сейчас, в начале ноября, будет подведение итогов. Чьи инициативы получат финансовую поддержку в этом году, расскажут лишь в заключительный день форума, уже после защиты проектов. Но «Россевер» не только конкурсная площадка. Это место встречи инициативной молодежи со всей страны. Каждый раз на форуме, помимо того, что я получаю классное общение с ребятами, с разными, я встречаю крутых спикеров и экспертов, с которыми мы потом коллаборируемся и делаем классные проекты. Действительно, я считаю, что этот форум собирает одних из лучших экспертов страны. В этом году мероприятие пройдет в новом статусе. «Россевер» теперь форум «Фестиваль». Формат предложил губернатор Дмитрий Артюхов. Теперь вместо четырех – пять направлений работы. И по каждому участники должны предоставить конкретный результат. Например, предприниматели разработают новую электронную площадку для продажи товаров коренных малочисленных народов. Филологи и лингвисты традиционно займутся вопросом сохранения и передачи родных языков по новым методикам. Будет мастер выбран из участников, будет носитель языка, будет выбран ученик, тот, кто хочет изучить язык, будет выбран куратор, то есть тот, кто будет отслеживать соблюдение методических рекомендаций в работе этой пары. На поездку в Салехард претендовали 600 человек. Отбор прошли 100 сильнейших. Уже скоро все они приедут в окружную столицу. Российский север пройдет с 21 по 24 ноября. Регина Софиулина, Станислав Павлинич. Время Ямала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова